Это научный факт, что гормоны стресса подавляют регуляцию генов и вызывают болезни, долгосрочные последствия. Человеческие существа из-за размера неокортекса, мы можем включить реакцию на стресс одной только мыслью, когда я думаю о наших проблемах, и включаю эти химические вещества. Это значит, что наши мысли могут сделать нас больными. Так что если возможно, что наши мысли могут сделать нас больными, то возможно, что наши мысли могут сделать нас здоровыми, ответ абсолютно утвердительный. Добро пожаловать на Impact Fairy. Наша цель с помощью этого шоу и кампании – познакомить вас с людьми и идеями, которые помогут вам на самом деле осуществить ваши мечты. Хорошо, сегодняшний гость – автор бестселлеров New York Times и один из самых востребованных ораторов в мире. Он читал лекции и проводил продвинутые семинары в более чем 30 странах на пяти континентах, и все это с целью помочь людям лучше понять и раскрыть силу своего разума. Его опыт находится на пересечении областей нейробиологии, эпигенетики и квантовой физики, и он сотрудничал с другими учеными из разных дисциплин для проведения обширных исследований и эффектов медитации, используя передовые технологии, такие как эпигенетическое тестирование, хартирование мозга с помощью ЭЭК и технологии газоразрядной визуализации. Благодаря своей работе он стремится помочь продвинуть как научное сообщество, так и общественность в целом, понимание оптимизации здоровья, основанной на разуме. Тему, которую он подробно осветил в своей новаторской книге «Ты мальчик?» — это плацебо. Его учение оказало такое глубокое влияние на то, как люди воспринимают широкий спектр тем, связанных с мозгом вокруг. Осознанность и благополучие, что он преподаватель Квантового университета на Гавайях, Института холистических исследований Омега в Нью-Йорке, и Центра йоги и здоровья Кера Паула в Стобридже, штат Массачусетс. Он также приглашенный председателем исследовательского комитета университета Лайф в Атланте, а также корпоративный консультант, где он читает свои лекции и проводит семинары для бизнеса. Поэтому, пожалуйста, помоги мне поприветствовать человека, который снялся в таких фильмах, как «Исцеление», «Люди против состояния иллюзии» и «Восвобождение творчества». Автор недавней книги «Становление сверхъестественным». Доктор Джо Диспенза. Спасибо, что ты здесь. Итак, погружение в твой мир и то, как ты воспринимаешь себя, и то, как ты сочетаешь науку с наукой, это как мы формируем воспоминания. То, как мы живем в постоянном состоянии переживания нашего прошлого, и тому подобное. Это действительно невероятно, и я хочу погрузиться в суть представления о том, что ты своего рода привычная конструкция типа «что это такое». В чем твоя привычка? Ну, привычка – это избыточный набор автоматических бессознательных мыслей, моделей поведения и эмоций, которые приобретаются путем повторения. Привычка – это когда ты делал что-то так много раз, что твое тело теперь знает, как это сделать лучше, чем твой разум. Так что, если ты подумаешь об этом, люди, просыпаясь утром, начинают думать о своих проблемах. Эти проблемы – это схемы, воспоминания в мозге, каждая из этих воспоминаний связана с людьми и вещами в определенное время и в определенных местах. И если мозг – это запись прошлого, в тот момент, когда они начинают свой день, они уже думают о прошлом. Каждая из этих воспоминаний несет в себе эмоцию. Эмоции – это конечный продукт прошлого опыта. Поэтому в тот момент, когда они вспоминают эти воспоминания о своих проблемах, они внезапно чувствуют себя несчастными, им грустно, они чувствуют боль. Теперь то, как ты думаешь и чувствуешь, создает твое состояние бытия. Значит, все состояние человека, когда он начинает свой день, осталось в прошлом. Так, что же это значит? Знакомое прошлое рано или поздно станет предсказуемым будущим, так что если ты веришь, что твои мысли имеют какое-то отношение к твоей судьбе, и ты не можешь думать о большем, чем то, что ты чувствуешь, или чувства стали средством мышления по самому определению эмоций, о которых ты думал в прошлом, и по большей части ты собираешься продолжать создавать одну и ту же жизнь, так что тогда люди хватаются за свои мобильные телефоны. Они проверяют свой WhatsApp. Они проверяют свои сообщения. Они проверяют свою электронную почту. Они проверяют Facebook, они фотографируют свои ноги. Они публикуют это в Facebook. Они что-то пишут в Twitter, они делают это в Instagram. Они смотрят новости, и теперь они чувствуют себя действительно связанными со всем, что известно в их жизни. А затем они проходят через ряд рутинных действий. Они встают с постели на одной стороне. Они идут в туалет. Они получают чашку кофе. Они принимают душ. Они получают мальчик. Они едут на работу точно так же. Они делают одни и те же вещи. Они видят тех же самых людей, которые нажимали на те же эмоциональные кнопки, и это становится рутиной. И это становится похоже на программу. Так что теперь они потеряли свою свободную волю из-за программы, и никакая невидимая рука не делает это с ними. Так что когда приходит время меняться, избыточность этого цикла становится подсознательной программой. Так что теперь 95% того, кем мы являемся к 35 годам, это заученный набор моделей поведения, эмоциональных реакций, бессознательных привычек, запрограммированных установок, убеждений и восприятий, которые функционируют подобно компьютерной программе. Тогда человек может сказать своими пятью процентами своего сознания, я хочу быть здоровым, я хочу быть счастливым, я хочу быть свободным, но тело работает по совершенно другой программе, так как же тогда начать вносить эти изменения. Хорошо? Ты должен выйти за рамки аналитического ума, потому что то, что отделяет сознательный разум от подсознательного, это аналитический ум, и именно здесь на помощь приходит медитация. Потому что ты можешь учить людей, практикуясь в том, как изменить свои мозговые волны, замедлить их, и когда они делают это правильно. Они действительно входят в операционную систему, где они могут начать вносить некоторые действительно важные изменения. Поэтому большинство людей затем ждут кризиса, травмы, болезни или диагноза, они ждут потери, какой-то трагедии, чтобы компенсировать это. Мальчик, я хочу, чтобы они изменили свое мнение, и мое послание заключается в том, почему нужно ждать и ждать. Ты можешь учиться и меняться в состоянии боли и страданий, или ты можешь учиться и меняться в состоянии радости и вдохновения. Я думаю, что прямо сейчас самое классное то, что люди просыпаются, это действительно интересно. И где я нашел самые глубокие зацепки в том, насколько мощным это может быть для кого-то, это когда ты говоришь о травме. И ты говорил о том, как люди переживают травмирующие события, но затем они в основном репетируют это, и как это отогда у тебя будет такой потрясающий эффект. Так что же это такое? Почему людям так трудно пережить травму? Хорошо? Тем сильнее эмоциональная реакция. У тебя есть какой-то жизненный опыт, тем выше эмоциональный коэффициент. Чем больше ты уделяешь внимание причине и в тот момент, когда мозг сосредотачивает все свое внимание на причине. Это делает моментальный снимок, и это называется воспоминанием. Таким образом, долговременные воспоминания создаются из очень сильных эмоциональных переживаний. Так что же тогда происходит так? Так это то, что люди мыслят неврологически в рамках схемы этого опыта, и они чувствуют себя химически в пределах этих эмоций. Поэтому, когда у тебя возникает эмоциональная реакция на кого-то или что-то, большинство людей думают, что они не могут контролировать свою эмоциональную реакцию. Оказывается, если ты позволяешь этой эмоциональной реакции, это называется рефрактерным периодом, который длится часами или днями. Это называется настроением. Я говорю кому-нибудь, «Эй, как дела? Думаю, мне пора двигаться». «Ну, а почему у тебя такое настроение?» «Ну, со мной это случилось пять дней назад». И у меня одна длительная эмоциональная реакция, если вы продолжаете одну и ту же эмоциональную реакцию в течение недели или месяцев. Это называется темпераментом. «Почему он такой озлобленный?» «Я не знаю». «Давай спросим его». «Почему он такой озлобленный?» «Почему ты такой озлобленный?» «Ну, со мной это случилось девять месяцев назад». И если ты сохраняешь одну и ту же эмоциональную реакцию в течение многих лет подряд, это называется чертой личности. И поэтому научиться сокращать свой рефрактерный период эмоциональных реакций, это действительно то, с чего начинается эта работа. Так что люди, когда у них происходит какое-то событие, продолжают вспоминать об этом событии, потому что эмоции гормонов стресса, эмоции выживания, говорят, «Обрати внимание на то, что произошло». Ведь ты хочешь быть готовым, если это повторится. Оказывается, большинство людей тратит 70% своей жизни на выживание и жизнь в стрессе. Так что они всегда предвосхищают наихудший сценарий, основанный на прошлом опыте, и они буквально из бесконечности. Потенциалы в квантовом поле, они выбирают наихудший возможный исход, и они начинают эмоционально воспринимать его со страхом. И они приводят свое тело в состояние страха, делают это достаточно часто. У тела паническая атака без тебя, ты даже не можешь ее предсказать, потому что это запрограммировано подсознательно. И тогда ты говоришь человеку, почему ты такой. И они скажут, что я такой из-за этого события, которое случилось со мной 15 или 20 лет назад. И что это означает с биологической точки зрения, так это то, что они не смогли измениться с тех пор. Значит, эмоции от пережитого, как правило, дают телу и мозгу прилив энергии. Поэтому люди становятся зависимыми от прилива этих эмоций и используют проблемы и условия в своей жизни, чтобы подтвердить свою ограниченность. Так что, по крайней мере, они могут что-то чувствовать. Так что теперь, когда приходит время измениться, ты спрашиваешь человека, почему ты такой. Ну, каждый раз, когда они вспоминают события, они производят одну и ту же химию в своем мозгу и теле, как если бы это событие происходило, запуская и подключая одни и те же цепи и настраивая одну и ту же эмоциональную подпись для тела. Ну и что же за откровение стоит за этим? Ну что же, твое тело — это бессознательный разум. Он не знает разницы между опытом, который создает эмоцию, и эмоцией, которую ты создаешь одной мыслью. Значит, тело верит, что живет в одном и том же прошлом опыте 24 часа в сутки 7 дней в неделю, 365 дней в году. И поэтому, когда эти эмоции влияют на определенные мысли, и они влияют, и тогда эти мысли порождают те же эмоции, и те же эмоции влияют на те же мысли, теперь все состояние человека осталось в прошлом. Так что самое сложное в переменах — это не делать тот же выбор, что ты сделал за день до месячных дней. В тот момент, когда ты решишь сделать другой выбор, приготовься, потому что ты будешь чувствовать себя некомфортно, это будет непривычно. Это будет что-то так, почему же ты чувствуешь себя так некомфортно. Это из-за нейронов, которые соединяются вместе, соединяются вместе так, что у меня есть. Легкость в этом цикле просто потому, что буквально, и ты очень красноречиво говорил об этом, как быстро соединяются нейроны в мозге. Я видел, как ты показывал кадры того, как быстро происходят эти соединения, что довольно невероятно. Так вот, почему это так? Неудобно для людей, я думаю, что я думаю, что самое главное в том, что мы продолжаем запускать и подключать эти схемы, они становятся более проводными. Так что у вас появляется мысль, а затем программа запускается, но это эмоция. Следуй за мыслью, если у тебя есть, если у тебя есть страшная мысль, ты почувствуешь беспокойство, в тот момент, когда ты почувствуешь беспокойство. Твой мозг свяжется с твоим телом и скажет, да, ты очень встревожен, так что тогда ты начинаешь думать больше соответствующих мыслей, сравнимых с тем, как ты. В то время как избыточность этого цикла обуславливает превращение тела в разум. Так что теперь, когда приходит время меняться, человек вступает в эту реку перемен и внезапно делает другой выбор. Они не чувствуют того же самого. Так что тело говорит, хорошо, ты делаешь это уже 35 лет, но что же, ты просто перестанешь страдать, перестанешь чувствовать себя виноватым и перестанешь чувствовать стыд, и ты не будешь жаловаться, обвинять или оправдываться. Или долго жалеть себя. Тело находится в неизвестности, поэтому тело говорит, что я хочу вернуться на знакомую территорию, поэтому тело начинает влиять на разум, а затем говорит, начинай завтра. Ты слишком похож на свою мать. Ты никогда не изменишься. У тебя это не получится. Мне кажется, что это неправильно. И поэтому, если ты отреагируешь на эту мысль так, как если бы она была правдой, то та же самая мысль приведет к тому же выбору, который приведет к тому же поведению, которое создаст тот же самый опыт, который вызовет те же самые эмоции. Я хочу поговорить об этом понятии. Расскажи мне немного подробнее. Мы подразумеваем, что тело становится разумом или бессознательным разумом. Что именно ты под этим подразумеваешь? Ну, это две разные вещи. В каком-то смысле твое тело – это твое подсознание. Если ты садишься и начинаешь думать о каком-то будущем наихудшем сценарии, который ты вызываешь в своем воображении, и ты начинаешь чувствовать эмоции от этого события, твое тело не знает разницы между событием, происходящим в твоем внешнем мире, и тем, что ты создаешь одними эмоциями или мыслями. Поэтому большинство людей постоянно подтверждают свои эмоциональные состояния. Поэтому, когда приходит время отказаться от этих эмоций, они могут сказать, «Я действительно хочу это сделать», «но на самом деле тело сильнее разума, потому что оно было так обусловлено». Так что слуга теперь внезапно стал хозяином и личностью, как только они ступили в это неизвестное. Они скорее будут чувствовать вину и страдания, потому что, по крайней мере, они могут предсказать это, находясь в неизвестности. Это страшное место для большинства людей. Потому что неизвестность – это неопределенность, говорят мне люди. «Ну, я не могу предсказать свое будущее. Я нахожусь в неизвестном, и я всегда говорю, что лучший способ предсказать свое будущее – создали не из известного, а из неизвестного. Какие мысли?» «Ты хочешь запустить и подключить в свой мозг?» «Какое поведение ты хочешь продемонстрировать за один день, отрепетировав факт мысленного закрытия глаз и отрепетировав действие». «Отрепетировав реакцию на то, чего ты хочешь, или действие того, чего ты хочешь, закрыв глаза, и мысленно отрепетировав какое-то действие, если…» «Ты действительно присутствуешь». Мозг не знает разницы между тем, что вы представляете, и тем, что вы испытываете в 3D-мире. Поэтому затем вы начинаете устанавливать неврологическое оборудование в свой мозг, чтобы выглядеть так, как будто событие уже произошло. Теперь твой мозг больше не является записью прошлого, теперь это карта будущего, и если ты продолжишь это делать, то будешь продолжать в том же духе. Аппаратное обеспечение становится программным обеспечением, и кто знает, может быть ты просто начнешь вести себя как счастливый человек. И тогда я думаю, что самое сложное, это научить наше тело эмоционально тому, каково будет будущее перед реальным опытом. Итак, что это значит? Ты не можешь дождаться своего успеха, чтобы почувствовать себя сильным. Ты не можешь дождаться, когда твое богатство почувствует себя изобильным, ты не можешь дождаться, когда твои новые отношения почувствуют любовь, или твое исцеление почувствует себя целостно. Я имею в виду, что это старая модель реальности причин и следствий, ты знаешь. Мы ждем чего-то вне нас, чтобы изменить то, как мы чувствуем себя внутри себя, и когда мы почувствуем себя лучше внутри себя. Мы обращаем внимание на то, что когда-либо или что-то вызвало это. Но тогда это означает, что из ньютоновского мира, в котором большинство людей проводят всю свою жизнь, не хватает воли пройти через что-то, чтобы изменить свое. Что ты имеешь в виду под ньютоновским миром? Ньютоновский мир — это все предсказуемое. Все дело в предсказании будущего. Но квантовая модель реальности не в том, чтобы вызвать эффект в тот момент, когда ты начинаешь чувствовать себя изобильным и достойным. Ты создаешь богатство в тот момент, когда ты наделен полномочиями и чувствуешь это. Ты начинаешь делать шаг к своему успеху с того момента, как начинаешь чувствовать себя цельным. Твое исцеление начинается тогда, когда ты любишь себя и любишь всю жизнь. Ты создашь равного и теперь ты вызываешь эффект. И я думаю, что в этом разница между тем, чтобы жить жертвой в своем мире, говоря, что я такой из-за этого человека или этой вещи или этого опыта. Они заставили меня думать и чувствовать так, когда ты меняешь все вокруг, ты становишься творцом своего мира, и ты начинаешь думать так, как я, и мои чувства меняют исходность. А теперь это совершенно другая игра, и мы начинаем больше верить в то, что были творцами реальности. Итак, как же нам дальше быть? Хорошо, у меня есть эта негативная эмоция. Это контролирует мою жизнь. Это втянуло меня в этот цикл, когда я думаю об этой эмоции. Это запускает химическую реакцию, которая приучает мое тело чувствовать то же самое, что облегчает задачу, повышает вероятность того, что я сделаю это снова. И теперь я нахожусь на этой порочной линии бессознания, и это бессознательно верно, а ты? Ты сказал, создает ли твое мышление твое окружение, или твое окружение создает твое мышление, что, как мне показалось, было действительно очень интересно. Так как же нам тогда двигаться от этого механистически? Начать этот процесс визуализации чего-то, что дает мне силы в другом состоянии. Это мое будущее, я, это медитация, это как это выглядит, если ты не определяешься видением будущего. Тогда у тебя останутся старые воспоминания о прошлом, и ты будешь предсказуем в своей жизни. Если ты просыпаешься утром, и тебя не определяет видение будущего, когда ты видишь одних и тех же людей, ходишь в одни и те же места и делаешь одно и то же в одно и то же время, дело уже не в том, что твоя личность создает твою личную реальность. Теперь твоя личная реальность влияет на твою личность или создает ее. Твое окружение действительно контролирует то, как ты думаешь и чувствуешь. Бессознательно потому, что у каждого человека, у каждой вещи, у каждого места, у каждого опыта, есть неврологическая сеть в вашем мозгу. Каждый опыт, который вы испытываете с каждым человеком, вызывает эмоцию. Поэтому некоторые люди используют своего босса, чтобы подтвердить свою склонность к суждениям. Они будут использовать своего врага, чтобы подтвердить свое пристрастие к ненависти, чтобы использовать своих друзей, чтобы мы подтвердили их пристрастие к страданиям. Так что теперь им нужен внешний мир, чтобы что-то почувствовать. Так что изменить их значит быть больше, чем твое окружение, быть больше, чем условия в твоем мире, а окружающая среда так соблазнительна. Так почему же тогда медитация это хороший инструмент? Давай сядем. Давай закроем глаза. Давай отключимся от внешнего окружения, чтобы если ты видишь меньше вещей, в твой мозг поступало меньше стимуляции, если ты играешь тихую музыку или у тебя в ушах затычки. В твой мозг поступает меньше сенсорной информации. Таким образом ты отключаешься от окружающей среды, если можешь усадить свое тело и сказать ему оставаться как животное, оставайся прямо здесь. Я накормлю тебя, когда мы закончим. Ты можешь встать и проверить свою электронную почту. Ты можешь отправлять все свои сообщения, но прямо сейчас ты будешь сидеть и слушаться меня. Так что же тогда, когда ты делаешь это правильно, ты ничего не ешь, ничего не нюхаешь и ничего не пробуешь на вкус. Ты ничего не испытываешь и не чувствуешь. Ты должен согласиться со мной, что тебя определяет мысль верно, значит, когда тело хочет вернуться к своему эмоциональному прошлому, и ты осознаешь, что твое внимание сосредоточено на этой эмоции и куда ты направляешь свое внимание. Туда ты направляешь свою энергию. Ты перекачиваешь свою энергию из настоящего момента в прошлое, и ты осознаешь это, и ты возвращаешь свое тело в настоящий момент, потому что оно говорит. Хорошо, уже восемь часов. Ты обычно расстраиваешься, потому что примерно в это время ты стоишь в пробке, а тут ты сидишь, и мы привыкли чувствовать гнев, а ты уезжаешь. Составь расписание. О, сейчас одиннадцать часов, и обычно ты проверяешь свою электронную почту и судишь всех. Ну, тело ищет это предсказуемое химическое состояние каждый раз, когда ты осознаешь, что делаешь это, и твое тело жаждет этих эмоций, и ты возвращаешься к настоящему моменту. Ты говоришь телу. Это уже не разум, ты, это разум, и теперь твоя воля становится больше, чем программа, и если ты будешь продолжать делать это снова и снова, снова и снова, снова и снова, это все равно, что дрессировать жеребца или собаку. Я просто скажу, что сяду, и наступит момент, когда тело перестанет быть разумом, когда оно наконец сдастся. Происходит высвобождение энергии. Мы переходим от частицы к волне, от материи к энергии, и мы освобождаемся от цепей тех эмоций, которые удерживают нас в знакомом прошлом, и мы видели это. Тысяча раз. На самом деле, мы можем предсказать это прямо сейчас при сканировании мозга. Это так интересно, давай немного усложним метапознание, идею о том, что тебе не обязательно верить всему, что ты думаешь, мне нравится, как ты об этом говоришь. Да, и мальчик, у нас огромная лобная доля, это 40% всего нашего мозга. Большинство людей, когда у них возникает какая-то мысль, просто думают, что это правда. И я думаю, что одно из моих величайших осознаний в моем собственном путешествии заключалось в том, что то, что у тебя есть мысль, не обязательно означает, что это правда. Итак, если ты думаешь от 60-70 тысяч мыслей за один день, как и мы, и 90% этих мыслей, те же самые мысли, что и накануне, и ты веришь, что твои мысли имеют какое-то отношение к твоей судьбе, твоя жизнь не очень сильно изменится, потому что одна и та же мысль приводит к одному и тому же выбору, один и тот же выбор приводит к одному и тому же поведению, одно и то же поведение создает один и тот же опыт. И один и тот же опыт порождает одно и то же движение, и поэтому акт осознания этого процесса приводит к начать лучше осознавать то, как ты думаешь, как ты действуешь, как ты себя чувствуешь. Это называется метапознанием, и тогда почему это так важно, потому что чем больше ты осознаешь эти бессознательные состояния ума и тела, тем лучше. Меньше вероятности, что ты потеряешь сознание в течение дня, и эта мысль не проскользнет мимо твоего сознания бесконтрольно, потому что ты Это значит познать самого себя, а слово медитация означает познакомиться с ним Так же, как ты знакомишься с мыслями, поведением и эмоциями старого я Ты уходишь от этого старого я, поскольку ты запускаешь и подключаешь новые мысли и приводишь тело в новое эмоциональное состояние, если ты это сделаешь Достаточно часто это начнет становиться для тебя привычным Поэтому это так важно Точно так же, как сад, если ты сажаешь сад, ты должен избавиться от сорняков Ты должен взять прошлогоднее растение и вытащить их, камни, которые просеиваются наверх, которые похожи на наши эмоциональные блоки, их нужно удалить Эту почву нужно смягчить и разбить Мы должны, мы должны освободить место, чтобы посадить новый сад Поэтому в первую очередь мы узнаем больше всего о себе и других, когда нам некомфортно, потому что в тот момент, когда ты переходишь в это некомфортное состояние Обычно включается программа Когда эта программа включается, потому что человек не хочет быть в настоящем моменте и заниматься им сознательно Так вот, когда ты учишь людей, как это делать, с помощью медитативного процесса Оказывается, что это происходит в их жизни Они менее склонны эмоционально реагировать Они менее склонны быть такими жесткими и верить в те мысли, о которых они думали, они лучше осознают, когда бессознательно возвращаются к привычке И это то, с чего начинается процесс перемен, и поэтому мы должны отучиться Прежде чем мы переучимся, мы должны избавиться от привычки к старому я, прежде чем мы изобретем новое я Мы должны установить предварительные синаптические связи и прорастить новые связи Мы должны размотать, размотать, перемотать и перемотать Мы должны превратить незапоминающееся тело в новый разум, в новые эмоции Как программа, прежде чем мы переучимся, мы должны избавиться от привычки к старому я Прежде чем мы изобретем новое я-мальчик, которого мы перепрограммируем Да, мне нравится, как ты называешь это действием Ты сказал еще одну вещь, которая, на мой взгляд, была действительно мощной в отношении того, что инсайты сами по себе по сути инертны. Они ничего не делают. Что же тогда нам делать с инсайтом? Как нам воспользоваться моментом прорыва и убедиться, что это не просто момент прорыва? Я гарантирую, что у людей, смотрящих прямо сейчас, наверняка будет сотни моментов ага. Это определенно имело место для меня, когда я исследовал тебя, и когда ты сказал, что я такой, и в этом опасность, что у тебя есть ага, а потом ничего. Да, да. И это опасно, потому что тогда люди снова превратятся в посредственность и будут использовать проницательность, чтобы оправдать свой прыжок. Они скажут, да, у меня химический дисбаланс в мозгу. Да, мой отец был действительно властным, он был мальчик, я перфекционист. Вот почему я такой, какой есть. Я, ты знаешь людей, они придумывают всякие оправдания. Понимание на самом деле дает им разрешение оставаться ограниченными, и это потрясающая идея, потому что они скажут тебе, что они действительно хотят преодолеть свое беспокойство. Но давай окей. Давай возьмем твоего бывшего мальчик, давай наденем на него смирительную рубашку, давай заклеим их скотчем и отправим на Луну, понимаешь, о чем я. Что ты теперь собираешься делать? Тебе все равно придется внести эти изменения. И вот тогда враг человека умирает или у него что-то меняется в жизни. И этот человек ушел. Они найдут другого человека, которого будут ненавидеть. Именно так мы функционируем, как человеческие существа. У нас просто есть еще одна причина испытывать эти эмоции. Так что я думаю, я думаю, когда люди начинают понимать это, ты знаешь, я думаю, что знание – это сила, но знание о себе – это расширение прав и возможностей. Так, чему же из этого на самом деле стоит научиться? Просто раздели мир на негативные эмоции, с которыми связана негативная нейрохимия. И ты сказал, что в этих состояниях, если ты живешь в постоянном состоянии гормонов стресса и тому подобных вещей, болезнь – это как шаг в сторону. И тогда просто другая сторона этого понимания, но есть и другая сторона позитивной энергии, которая счастье-радость, расширение прав и возможностей, чтобы ты не знал о нейрохимическом коктейле, но когда ты на этой стороне, твоя иммунная система с большей вероятностью будет функционировать. Ну это как бы сводит ее к действительно базальному уровню. Да, это своего рода одна из самых важных вещей. Ну что же, давай поговорим об этом с точки зрения выживания или созидания. Как я уже сказал, 70% времени люди живут в стрессе, а жить в стрессе – это жить ради выживания сейчас. Все организмы в природе могут переносить кратковременный стресс. Ты знаешь, что за оленем гонится стая койотов, когда он прогоняет койотов. Он возвращается к выпасу, и событие заканчивается и... Определение стресса – это когда ваш мозг и тело выбиты из равновесия, из гомеостаза. Реакция на стресс – это то, что делает тело и нейтли, чтобы привести себя в порядок. Значит, едешь по дороге, кто-то тебя подрезает, и ты жмешь на тормозах. Ты можешь показать им палец, а потом успокоиться, и мероприятие закончится, и бум-бум. Все возвращается на круги своя, но что если это не хищник, который ждет тебя снаружи пещеры, а что если это твой коллега? Я сижу рядом с тобой и весь день включаю эти химические вещества, потому что они нажимают на все твои эмоциональные кнопки. Когда ты включаешь реакцию на стресс, а ты не можешь ее отключить. Теперь ты на пути к болезни, потому что ни один организм в природе не может жить в аварийном режиме в течение такого длительного периода времени. Это научный факт, что гормоны стресса подавляют гены и вызывают болезни, которые в долгосрочной перспективе влияют на людей. Потому что из-за размера неокортекса мы можем включить реакцию на стресс одной только мыслью, в котором я думаю о наших проблемах и включаю эти химикаты. Это значит, что тогда наши мысли могут сделать нас больными. Так что если возможно, что наши мысли могут сделать нас больными. Возможно ли, чтобы наши мысли могли сделать нас? Ну, ответ абсолютно утвердительный, так какие же эмоции связаны с выживанием? Давай назовем их. Гнев, агрессия, враждебность, ненависть, соперничество, страх, тревога, беспокойство, боль, страдание, вина, стыд, недостойность, зависть, ревность. Все это создается гормонами стресса, и психология называет их нормальными человеческими состояниями сознания. Я называю это измененными состояниями сознания. Тогда мы склонны больше помнить эти травмирующие события, потому что чтобы выжить, тебе лучше быть готовым, если это повторится. Это так, и если у тебя включен ген выживания, у тебя может быть 10 действительно замечательных вещей, которые случатся с тобой в твой день. У тебя происходит только одна плохая вещь, и ты не можешь отвести свое внимание от этой плохой, этой несчастной вещи, потому что включается ген выживания, это действительно интересно. Как в игру вступает эпигенетика, и все это похоже на то, что происходит на самом деле? Вы довольно подробно об этом говорили. Вилки как на самом деле на глубоком уровне, как мы сигнализируем нашей генетике о создании такого рода изменений, на что это похоже на самом деле? Ну, эпигенетика эпи означает выше гена, и много лет назад, после того, как спираль ДНК была открыта Уотсоном и Криком, они сказали, что по чертежам жизни все болезни создаются из генов. Получается, что менее чем на 5% больше, чем 1% людей на планете, рождаются с генетическим заболеванием, таким как диабет 1 типа или болезнь Тая Сакса или серповедноклеточная анемия. Остальные 95-99% обусловлены образом жизни и выбором, который вы можете сделать для однояйцевых близнецов. Точно такой же геном, как у человека, умирает в 51 год. Другой умирает с тем же геном в другой среде, так что внезапно они сказали, что мы солгали. Это было неправильно. Болезни порождаются не генами. Это окружающая среда сигнализирует гену, который создает болезнь. Ну хорошо, но это тоже не вся правда, потому что у вас может быть два человека, работающих бок о бок на одной фабрике. Один заболевает раком после воздействия канцерогенного вещества в течение 25 лет, оба работают в течение 25 лет. У другого вообще нет рака. Так что должен быть какой-то внутренний порядок, который привел бы к тому, что один человек не заболел им в то время, как другой заболел. Возможно ли это тогда, если окружающая среда сигнализирует гену, и он это делает, и конечный продукт переживания в окружающей среде называется эмоцией. Можете ли вы сигнализировать гену впереди окружающей среды, принимая повышенную эмоцию? Мы провели исследование по этому вопросу, в ходе которого измерили 7500 различных экспрессий генов у группы людей. Это было продвинутое мероприятие в течение 4 дней, и мы заставили их выполнять медитацию сидя, медитацию при ходьбе, медитацию лежа, медитацию стоя. И в конце 4 дней, всего 4 дня, общие 8 генов, которые были повышены, регулируют 2 гена для подавления раковых клеток и роста опухоли. 2 гена для нейрогенеза рост новых нейронов, в ответ на новый опыт и обучение ген, который сигнализирует стволовым клеткам направляться к поврежденным участкам, и восстанавливать их ген окислительного стресса был повышен. Мы начали видеть все эти гены, которые очень-очень полезны для здоровья, чтобы заставить организм процветать. Представь, что люди делали бы это в течение 3 месяцев. Мы также измерили теломеры, маленькие шнурки на конце ДНК, которые говорят нам о нашем биологическом возрасте. Мы попросили людей выполнять медитацию 5 из 7 дней в течение 60 дней. Измерь их теломеры, которые определяют их биологический возраст, 60 дней, спустя 74% людей удлиняют свои теломеры. 40% — значительное изменение, 20% — очень заметное изменение. Это означает, что они получили немного своей жизни назад, если она удлинилась на 10%. Они вернули себе 10% своей жизни. Это невероятно, прежде чем я задам свой последний вопрос. Скажи этим парням, где они могут найти тебя в интернете, конечно. Мой веб-сайт — это просто доктор. jodyspenza.com Ты можешь следить за нами на фейсбук, твиттер, инстаграм, у нас все кончено, а затем мой последний вопрос. Какое влияние ты хочешь оказать на мир? Я? Подумай, что конечная цель для меня — расширить возможности людей до такой степени, чтобы они осознали, что им нужно меньше вещей вне их, чтобы сделать их счастливыми. Меньше внешних вещей, чтобы регулировать их настроение и поведение, и чтобы они начали использовать ту силу, к которой у всех нас есть доступ. И действительно, чтобы изменить мир к лучшему, чтобы было больше мира. Бездомных стало больше. Стало больше связи, мы поддерживаем и любим друг друга, и мы лучше служим. И я думаю, что мы должны начать по большей части, если каждый работает над собой. И они стараются сделать все возможное, чтобы представить миру свой величайший идеал. Я думаю, что мир стал бы лучше. Так что это моя страсть, и я наблюдаю, как это происходит сейчас. Больше, чем я когда-либо думал, я был невероятным Джо. Большое вам спасибо за то, что вы здесь, и за то, что вы здесь, ребята. Иди посмотри видео этого человека. Это одни из лучших объяснений того, что происходит внутри разума, с которыми я когда-либо сталкивался. В моей жизни буквально было несколько людей, которых я собираюсь заставить сесть и наблюдать за этими вещами. Это просто невероятное объяснение того, как ты создаешь себя из того, что делаешь. Обычно то, как ты думаешь, создает чувство, то, как ты чувствуешь, создает мышление, соответствующее этому, и тогда ты попадаешь в этот цикл. И это сводится к тому, что личность в конечном счете является конечным набором. Паттерны в твоем мозгу, я думаю, действительно проливают свет на то, как мы на самом деле воспринимаем мир, и я думаю, когда люди понимают, что это в твоей власти. Тебе не нужно верить каждой мысли, которую ты считаешь возможной. Выйди за рамки того, что ты можешь использовать метапознание, чтобы подумать о своем мышлении, деконструировать и решить, о чем ты хочешь думать, и начать сосредотачиваться на этом. И создать совершенно другую версию себя, у которой есть новые возвышенные чувства, которые находятся на стороне позитива, расширяющего твои возможности. Я думаю, что это действительно невероятно, и он глубоко погружается в механистические вещи, которые я люблю. Вы, ребята, не пожалеете, что погрузились глубоко в мир этого человека. Я думаю, вы получите несколько невероятных откровений. Хорошо, если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь, и до следующего раза, когда мои друзья будут мальчик. Береги себя. Большое тебе спасибо за то, что тебя наняла компания Невероятная. Всем большое спасибо за то, что ты наблюдаешь за нами и являешься частью этого сообщества. Если ты еще этого не сделал, обязательно подпишись. Ты будешь получать еженедельные видеоролики о построении и мышлении роста, развив в себе выдержку и раскрыв свой полный потенциал.